Когда речь идёт о таком большом коллективе, без сложностей и проблем не обойтись. Они обычно разного характера. Часто количество ребят, репетиции, пропуски, количество концертов. Их очень много. Я бы назвала их не проблемами, а скорее нюансами, с которыми мы по возможности быстро справляемся. Ведь когда ты любишь свою работу и болеешь за коллектив, пытаешься не замечать преград и идти вперёд к намеченной цели. Ансамбль Сихарули — это моя жизнь. Это мой второй дом. Это место, где я обрёл себя и обрёл друзей, которые стали мне очень близки. Быть здесь и сейчас для меня большая честь, за что я безмерно благодарен Богу. В моей работе мне нравится то, что я могу попрактиковать и совершенствовать свои навыки. То, что ансамбль помог мне понять, что мне нравится в жизни, чем я хочу заниматься, что приносит мне удовлетворение. Это работа с детьми, это преподавание. И мне нравится передавать свои знания нашим маленьким детям. Мне нравится с ними работать. И я считаю, что учитель продолжается в своём ученике. По моему мнению, особенность нашего ансамбля — не только профессионализм, но и дружный и весёлый коллектив. Также мы даём возможность людям, непрофессионалам, поздно прыщать в танцы, выйти на сцену. Даём возможность раскрываться и реализовать свои желания, которые были покреплены под всяческими стереотипами. В нашем ансамбле собраны в сети лучшие качества, что есть в грузинах. И мы с удовольствием делимся нашим опытом, гостеприимством и любовью. По вашему мнению, что ожидает ансамбль в будущем? На этот вопрос я отвечу любимым тостам своего отца. Корень, который оставил отец, до сих пор процветает и растёт. Я очень бережно отношусь к переданному мне семейному делу. Раз наш коллектив так стремительно развивается, то, отвечая на ваш вопрос, я думаю и знаю, ансамбль ждёт процветания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok